Я Виталий, это мой помощник Андрюха, и мы начинаем тринадцатый урок. В этом уроке мы создаем пункты меню. Что такое меню, думаю нет смысла рассказывать. Оно отображается при нажатии кнопки меню. Давайте создадим свое. Создаем проект с именем p0131MenuSimple. Откроем MainActivityJava. За создание меню отвечает метод onCreateOptionsMenu. На вход ему подается объект типа меню, в который мы и будем добавлять свои пункты. Добавляются они просто, методом add. На вход методу подается текст пункта меню. Добавим четыре пункта. Метод onCreateOptionsMenu должен вернуть результат типа boolean. true – меню показывать, false – не показывать. То есть можно было бы накодить проверку какого-либо условия и по итогам этой проверки не показывать меню, передавая false. Пока нам это не нужно, поэтому поручаем этот выбор конструктору суперкласса. По умолчанию он возвращает true. Сохраним все, запустим приложение и нажмем кнопку меню на эмуляторе. Появилось четыре пункта меню. Нажатие на них ни к чему не приводит, так как не реализован обработчик. Обработчиком является Activity, а метод зовется onOptionsItemSelected. На вход ему передается пункт меню, который был нажат. menuItem. Определить какое именно меню было нажато можно по методу jetTitle. Давайте выводить всплывающее сообщение с текстом нажатого пункта меню. На выходе метода надо возвращать boolean. И мы снова предоставляем это суперклассу. Определять нажатый пункт меню по тексту это не самый лучший вариант. Далее будем делать это по ID. А на следующем уроке будем создавать пункты меню с ID и группировать и сортировать пункты меню. Настоящий sysadmin может на глаз определить сколько весит файл. АПЛОДИСМЕНТЫ